если же я активный участник этого процесса да то вы мне задаете вопрос а я говорю нет я не буду брать это на свою карму и вот вы хотите вмешиваться вмешивайтесь без меня пусть это меня не пачкает и реально разумного ответа на этот вопрос нет вот есть две разные позиции две полярные позиции одна говорит что я просто проводник и мне плевать вообще что вы там спрашиваете или что вы не спрашиваете а вторая говорит нет я должен занять активную позицию я должен контролировать что меня будут спрашивать на что я буду отвечать и на что я не буду отвечать то есть типа вы оракул вот видите разные вещи и если вы оракул то это одна тема если вы просто проводник вот не оракул да другая тема если вы ассоциируете с собой этот вопрос и как как бы сопереживаете ему, я бы сказал так. Если Бог вам дает это в сердце, значит, вы виновны, ну, ответственны. Ну, ответственность – это и вина тоже. Тоже этот хитрый момент. Понимаете? Я чувствую себя ответственным. А ну все, значит, да? Прихожу на страшный суд, говорю, вот я там тут все. Серега, ой, забудь вообще, мы тебя сейчас за другое дергем. Вот там ты... То есть предъявляет совсем другую тему. Да, ты сидишь и думаешь, боже, так я вот это вот, да, вот за это ты сейчас и получишь. Ничего себе. А вот тут, ну, вообще. То есть, а я не знаю ведь, как оно там будет. Да никто не знает. А никто же не знает. И это очень интересный момент. Я для себя решил так. Если вопрос, который вы мне задаете, меня лично напрягает... Вы не будете этого делать. Я не буду. Правильно. Если лично меня не напрягает, лично мне абсолютно все равно. Узнайте вы что-то о своих бывших. Не узнаете, не плевать на это. В этой ситуации. Но тут есть хитрый момент. Я задаю вопрос, а зачем вам? И вы мне говорите, я переживаю, чтобы с ней что-то не случилось. Там она вот связалась с человеком, который я подозреваю в разных там, ну, допустим, финансовых махинациях. Я смотрю, нет, нормальный человек. Все, вы говорите, ну, все, пусть живет счастливо. Нет вопросов. Или, да, это финансовый мошенник. Вот тут уже перед вами встает проблема. Вмешиваться или нет? Ну, да. Так это один момент. Вот представьте ситуацию. К мне приходят и говорят, я был у Сереги. И Серега сказал, что твой нынешний финансовый мошенник. Альфонс. Шарлатан. Жулик. Вообще. Это же жулики. Сейчас мы немножко пошалим. Наш добрый друг Калсен. Она говорит, какой Серега, какой жулик. Вы сами два жулика. Пошел отсюда вон. А потом это все случается. И она говорит вам, почему ты не настоял. То есть, получаешься ты крайне. Вот так. Интересные такие расклады выходят. И ты вот с этим просто. Ну, и это есть вот моя работа. И это очень тяжело. Реально, это очень тяжело. Только у вас сплошные качели. Ну. Вообще. Реально. Вы знаете, у меня была ситуация, не помню, говорил или нет, но это самая уникальная ситуация у меня была. Ко мне ходил муж, жена, любовник и любовница. И еще сатана. Не сразу это понял. А когда понял, мне пришло завести тетрадку, чтобы записывать, что я кому сказал. И следить. Когда он начинает рассказывать, чтобы не сказать ему, я это знаю, а мне уже рассказали. Мне духи нашептали. Да. Это был такой дурдом вообще. То есть, я когда понял, в какую я попал, халеп, что называется, я не знал, как оттуда выскочить. А тут же, они же не говорят, вот у меня там есть жена, там все, там пятое и десятое. А потом ты начинаешь это сопоставлять и понимаешь, вот они все, вот весь комплект тебе пришел. Весь клубок прикатился. Да, это серьезная, на самом деле, это серьезная проблема. Это звучит смешно, но, ну, а как вот? А как? Вот ситуация, да. Вы приходите и говорите, у меня есть жена. Ну, хорошо, да. Я хочу знать, когда она умрет. Так. Я задаю вопрос, а зачем? И женщина мне объясняет. Ну, он про мужа спрашивал. Я, говорит, ему надо делать операцию. Пересаживать почку. Если он пять лет проживет, я пожертвую. Если не проживет, не буду жертвовать. То есть, одна ситуация, когда она говорит, что я просто хочу знать, когда он умрет. Буквально ковыряться пальцем в рамке, подглядывать за мощную скважину. Здесь это абсолютно осмысленный вопрос. Ну, да. Который касается в том числе и ее. И касается очень сильно. Ну, так ее почки касается конкретно. Я бы вот, я даже не знаю, как бы я подумал бы, отдал бы свою почку или не отдал бы. Вот честно. И я рад, что мне не приходится это решать. О, да. Потому что сегодня ты отдал, а завтра тебе говорят до свидоса. Да. Вторая ситуация. Приходит человек, да, условный, условный человек. И говорит, я хочу знать, как у меня будет на работе. Мы раскладываем карты. Я вижу, что у него очень тяжелое заболевание, о котором он еще не знает. Я должен ему сказать или нет? Да. Да? Да. Думаю, да. Предупрежден, значит, спасен. С какой радостью я должен ему это говорить? Ну, как говорит Александр Егорович Лукашенко, я как честный человек заявляю. Все честное должно быть честным. То есть, ну, как-то так. А он меня об этом спрашивал? Это понятно. Но вы можете его предотвратить, возможно, эту болезнь? Минутку. Ко мне раз пришел человек, погадали. Мы погадали. Он ушел. Я продолжаю смотреть карты. И в этот момент я понимаю, что я ему сказал, что все неправильно. У меня нет его телефона. Вот он пришел с улицы, погадал и ушел. Я сижу такой и думаю, и вот почему я сказал все неправильно? И я понимаю, что таким образом вот эти самые высшие силы направили его по определенному пути. То есть, я оказался их орудием. Ну, это же неплохо. Вот представьте себе ситуацию. Я узнаю о том, что есть болезнь у человека. Я должен им сказать, ему сказать, или я не должен ему сказать, или я должен ему не сказать. Ну, в духе вы должны видеть. Это испытание его или меня. Вы в духе должны это видеть. Если вы оракул, да, если вы не наушники, а оракул, и в этот момент вы просто... А если я наушники? А если я наушники? Откидываем если и идем по самому легкому пути. Это самый легкий пути. Ну, тогда вы уже сами должны решение принять в себе, кто вы на тот момент, когда вы совершаете гадание. Если вы чувствуете, что... Я говорю человеку, вы знаете, я тут кроме вашей работы вижу еще кое-что по вашему здоровью. Знаете, что мне говорить? Я не хочу это знать, меня не парит. Все, тогда вы не должны говорить мне. Я и не говорю. Он уходит, и я не сплю три ночи. Но он же сам отказался. Вот здесь же... Да, он отказался, он отказался. Он быстро. Ушел человек, который труп. Ну, это его проблемы в таком случае. Сори, это уже Господь так распорядился. Все же программа, все же прописано. Вы сможете выкинуть это у себя из головы и не думать об этом? Ну, понимаете, как говорят наши друзья арабы, иншаллах, да? То есть, тут есть моменты, когда это надо делать. Вы знаете, у меня вот есть одна знакомая, хирург. Так у нее к 40 годам уже конкретно личное кладбище. Она говорит, ну и что? А у меня, думаете, его нет? У любого таролога. У любого таролога есть личное кладбище, да. Конечно. Не все готовы об этом говорить. Ну да, конечно. Естественно. Вы тот же хирург. То есть, у вас есть дилемма, или сказать, или не сказать. Знаете, я как-то пришел к этому выводу. Мне вообще поразило в сердце. Твое слово – это чья-то жизнь. Ну да, да. Это буквально, это буквально звучит, да? Вот и человек говорит, я хочу научиться гадать натеро. Я хочу помогать людям. Помощничек. Да. Твое слово – это чья-то жизнь. Ты сказал человеку, она тебя не любит. Он пошел, стрельнул себе в башку. Все. Кто кранит? Ты или он, да? Конечно, тот, кто его толкнул. Но с другой стороны… И девушка к кому придет с претензиями? К нему или к тебе? Он говорит, это ты. Это ты довела его до самого. К нему, к нему. Я его любила. Я любила его. Просто я его по-своему любила. По-хитрому. Ты мне не понять, дурачка, да. Ты все неправильно понял, типа. Ну да, тогда Тарова крайне, конечно. Сто процентов получается. Поэтому, ну, слово – это оружие. Помните, да? То есть первое, что… И было слово, слово было Бог, и слово было у Бога. То есть слово – это оружие. А как ракеты запускались в Пхагавадгите? Помните? Я даже знаю, какое это было слово. Так. Бог. Зашибись. А, зашибись. Ну да, кстати. Зашибись. Да. Итак, я должен сейчас сказать нашим уважаемым радиослушателям, что на волне радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня выступает Сергей Савченко, рунолог, таролог. Скорее, таролог, не рунолог. Руны я знаю, но для меня это очень… Знаю, но не скажу. Они ко мне не скажут. Значит, хорошо. Таролог и маг. Так нормально? Ну, маг же. Да, маг. Таролог и маг. Да. Таролог и маг Сергей Савченко. Причем, очень даже крутой, между прочим. Так это. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, в наш неизменно прямой эфир. Задавайте Сергею Савченко вопросы. И если он сочтет их адекватными этики таролога, он на них ответит. Оп, да? Выкрутился. Оп, выкрутился, да. На самом деле, вот эти вопросы, они не так часто обсуждаются. Далеко не все готовы обсуждать вот их. Я знаю, что в Америке есть американская ассоциация тарологов. Может быть, я что-то путаю, но насколько я сумел понять это все, я не очень просто хорошо знаю английский. Вот они как раз, вот если вы задаете вопросы свои бывшие, они не отвечают вам. Они говорят, что нет, это вторжение, это недопустимая ситуация. Давайте будем смотреть на вас. Почему вас это беспокоит, почему вас волнует, какое оно место занимает в вашей жизни, почему вы ее не отпустили до сих пор и так далее. То есть, то, что касается вас, мы все смотрим. Вот вы как клиент пришли, все, никакой проблемы нет. Когда вы хотите узнать о здоровье своей мамы, то это уже вторжение. А вы хотите узнать о здоровье своей мамы по очень простой причине. Вы хотите съездить отдохнуть, она больная. И просто тупой вопрос. Вот я поеду, она за этот месяц сдохнет или не сдохнет? То есть, я могу спокойно поехать или нет? Так это вопрос о маме или о моем отпуске, или о чем это вопрос вообще? Ну да. Вот эту границу провести между тем, что это вторжение или не вторжение, иногда бывает очень и очень сложно. Иногда вопросы бывают бессмысленные. То есть, я хочу, вот расскажите мне про бывшего. А вопросы звучат на самом деле не так. Человек ведь не всегда говорит прямо, что он хочет. Ну конечно. Я хочу знать, что у моего бывшего все ужасно. Вот скажи мне, что скажи, у бывшего все ужасно. И я заплатил, что ты больше все, хорошо, молодец. И вот тебе еще 5 долларов на чай, да? Да, все. Вот это круто было. То есть, вообще не важно. Или человек продолжает надеяться на что-то. Вот у него все плохо, вдруг он ко мне вернется. Ты ему говоришь, что он уже забыл тебя. Что у него уже третья после тебя. То есть, не просто первая, которую он ушел. Уже третья после тебя. Ну, значит, у меня есть шанс. Может, он ее бросит и все. То есть, вообще, тебе никто не хочет слушать. И никто не собирается тебя слушать. Никому нет до этого никакого дела. И это проблема. А проблема? А проблема, когда тебе говорят, вот как вы скажете, так я и сделаю. И это касается каких-нибудь очень серьезных вопросов. Устройство на работу, женитьбе на Маше или Даше. Как вы мне скажете, так я и поступлю. Вот просто все. То есть, ты крайне будешь полюбас. Да. Ну, нет, только это все. Это сразу вилла. Раз, и все. А потом предъява. А потом предъява. А потом, да. А потом, что бы ни случилось, ты все равно будешь виноват. Потому что, когда у нас выбор, если вот как в компьютерной игре. Я отыграл вариант, мне не понравилось, я кнопочку нажал, считался там за месяц назад и снова отыграл. Ага, нет, опять. Опять там. Я знаю парня, он переигрывал. Компьютерную игру, у него 20 сейвов было. Вот он сделает ход, запишется. Сделает ход, запишется. Ага, там потерял бойца, вернулся назад. Потерял, на три хода вернулся. Нет, ну так же неинтересно играть. Ну, это ж постоянно в полном боекомплекте. А вот он, да, играл месяцами в одну игрушечку. Которую я там за неделю прошел и забыл. Он три месяца в нее играет. Потом приходит и говорит, я не потерял одного бойца. Это, конечно, очень крутое достижение. Тут вопросов даже нет. Но из-за чего это стоило? А зачем? У меня смысл, смысл. Ну, теперь иди и возьми свой приз за это денежное. А вот какой самый главный вопрос, который задают больше всего? Вот по какому поводу? К вам же не застает народная трофа, да, походу? Когда я выйду замуж? Помните фильм Джек Восьмеркин «Американец», когда это... Нет, просто не смотрел. Нет, ой, обязательно посмотрите. Там был такой момент, когда приехал Джек Восьмеркин и посадил, ну, из Америки посадил табак. А в русской деревне не в курсе, что такое табак. Они не понимают. Они хотят понять, что это. Срывают этот зеленый лист и тащат к Дуне. Там Дуня такая, огромная такая, девушка на выданье, а все никак вот не может. И ей говорят, жуй. Она говорит, что это? Говорит, зелье приворотное, жуй давай. Она такая пожевала. Ну, говорит, каки? Она говорит, еще больше замуж хочется. Это точно ваш вариант. В самом деле... Да уж. В самом деле есть четыре основные темы гадания. То есть есть экзотика, но экзотика одна, но то и экзотика, чтобы быть редкостью. А есть основные темы гадания. Это здоровье, это отношения между людьми, самая разная форма отношений. Это бизнес, ну здесь все. И работа, и состояние финансов, и там реализация проектов и так далее. И время, когда. Когда случится то или иное событие. И отдельно, особняком стоит тема магии. Есть ли в моей жизни порча? Вот мне все завидуют, у меня ничего не получается. Давайте там сделаем ей защиточку и так далее. Сказал, вот когда падение доллара было, оно упадало у всех. Когда я работал с людьми, политиками, государственными деятелями достаточно высоких уровней. Вот когда они задавали вопрос, который там влияли на жизнь страны, оно это показывало. Если там Вася с улицы спросит меня о жизни страны, то есть он никак на это не может повлиять. То есть мы можем получить какую-то информацию, но по большому счету она будет бесполезна. Он даже сам не может этим воспользоваться. То есть тоже и так. То есть мало что ты узнаешь. Надо же еще как-то и уметь этим распорядиться, иметь возможность распорядиться этими знаниями. Реально, карта дает ответ на любой вопрос, любого уровня сложности, любого этого самого. То есть мне не надо знать банковское дело, или там полицейское дело, или еще что-нибудь. Мне надо уметь читать карты. Это вам нужно его знать, чтобы задать вопрос. Ну да. Вот есть карта, да, жрица. У нее есть одно из значений, там, эмоциональное переживание. В автомобиле это будет электропроводка. Ого, это почему так? А нервы. Не делайте мне нервы. А, ну, типа логично. Да. В принципе-то. То есть я не должен знать устройство автомобиля. Я должен уметь провести вот эту ассоциацию. Да, вот человек ко мне приходит, я хочу купить автомобиль. Упадает вторая карта. Я говорю, либо ты будешь там себя дискомфортно чувствовать, либо там проливом в электропроводке. Он все прозвонил, да, там действительно, ну, я уже не знаю эти все штучки, там эти все. Да. Заменили кусок проводки, все, у него нормально автомобиль работает. И все. То есть моя проблема, прочитать карты, это проблема человека задать правильный вопрос. Вот здесь проблема. То есть если бы я знал, как управлять государством, в смысле задавать вопросы, ну, так я бы, наверное, уже управлял бы государством. Может быть. Или бы, да. Или бы раскладывал на карты и смотрел, что как. А если ты не знаешь даже, какие вопросы задать, и что там задействованы, какие силы там включены, ну, можно это все там. Ну, это такое тяжелое и муторное дело. Странно, что вас еще в КГБ с вашими знаниями не забрали, в спецотдел. Есть же там у вас такое. Наверное. Я говорю, а может и забрали, да? Я не говорю. Сие науки. Есть же их на Марсе. Приходит человек, гадал-гадал меня. А вы знаете, кто я? Говорю, нет, не знаю. А я там полковник такой-то. Я говорю, вы знаете, я вашу фамилию первый раз слышу. Я, говорит, управляю там, ну, черт знает там, страшным делом управляю. Я говорю, ну, я вам погадал, вы довольны. А гадали мы на личную жизнь, как обычно, жена там, любовница. Вот и все, да. Говорит, да, я доволен. Ну, и я доволен. А кто вы? Мне же все равно. То есть вы мне имя назвали. Я же вот у себя там в блокнотике, кто приходит, я только имя записываю. Ну, да. Полковник, генерал. Настоящий полковник, да. Без разницы вообще. Ну, что ж, на этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня присутствовали у нас в эфире. Рассказали нам столько всего интересного и классного. С нами был Сергей Савченко, радиостанция SunGates. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Но мы их уже зададим позже в нашей следующей передаче. Мы обязательно на следующей неделе опять проведем интересную передачу. Спасибо вам большое. Спасибо вам.